Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе, и все люди на земле, все, кто слушает, смотрит мой канал, кто, может быть, случайно на этот ролик попал или с кем поделились им. Всем я вам желаю любви, добра, смирения, кротости, терпения в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши и во все сферы жизни вашей, в работу вашу, чтобы все у вас везде было хорошо, чтобы вы были счастливы, радостны, мирны, блаженны, одним словом, да. Сегодня хочу продолжить тему, мне вот с Сашей набраться вот это откровение, вон ролик, который нам в группу сбросил, когда он рассказывал о своих мытарствах по жизни, мне тогда вот две у меня мысли такие, одну я высказал тогда, и вот вдогонку к этому же ролику я хочу еще один записать, вы помните, я его не зря так, так скажем, провокационно назвал, не знаю, многие ли заметили, вы помните фразу Иоанна Богослава, Слово, стихи, как хотите, назовите их, мысли, предложения, выраженные на бумаге, кто любит мир, в том нет любви Отчей. Я специально ролик назвал, кто не любит мир, в том нет любви Отчей. Иоанн Богослав пишет, кто любит мир, а я написал, кто не любит мир, в том нет любви Отчей. Здесь нет никакой на самом деле ошибки, или абсурдности, или моего глупости, мое непонимание этого. Надо понять, о каком мире писал Иоанн Богослав. Иоанн Богослав описал тот мир, который Иисус, где он его, этот мир, отверг. Вы уже смотрели мои ролики о Евангелии в спиралях божественной жизни, или в спирали Бога, который есть вся наша жизнь и мироздание. И вот в частности, вы помните, когда Иисус, потому что, чтобы, ну, суть Евангелия понятна, услышь, поверь, что услышь. Бог есть жизнь, Он есть любовь, Он есть свобода, ты человек, Его образ и подобие. Поэтому ты должен стать таким, сам должен стать Богом и Детем Небесного Отца. Поэтому покайся в этом во всем, если ты так не жил. Прими все потребное для этого Духа Святого и измени свою жизнь в любовь к людям, к миру, к природе, если ты ее не любил и не берег, к животным и к людям, и даже к бесам, к ангелам, ко всем. Это надо понимать. Вот, суди сам себя каждый день, преображайся из славы в славу по образу Христова, в Его образ, в Его подобие и тем самым святи дальше мир, да? И, конечно же, поэтому мир-то какой? Как ты будешь любить людей и творить им добрые дела? Если ты сам жаждешь, надо было мне себя подвинуть, да, куда-нибудь, где у меня тут, где я тут есть-то? Далеко сижу, от компьютера не вижу. А, вот я. Так, себя отсюда уберем. Отсюда. Как ты будешь любить людей, если ты не отвергся себя? Конечно же, пустыню проходит каждый. Отвергся себя, возьми кресло, вот так я, Моноха Иисуса себя сделаю, и следуй за мной, да? Все это мы должны понимать, помнить, видеть, да? То есть, конечно же, какой мир? Не людей же надо не любить. Кто любит мир, в том нет любви очей. И не все как это пугают всякими этими погремушками, что там нельзя любить. Чего нельзя любить? Все, все от сатаны. Телевизоры, интернет, все, все куда ни тыкни, все плохо. Конечно же, речь совершенно не об этом. Не знаю, куда себя приделать на этом слайде. Везде лишний тут, вот. То есть, надо понимать это, конечно, да? Что, как ты будешь любить мир? Отвергнуть себя обязательно надо, да? И все делать, действительно, все свои дела направить на дела любви к ближнему. И вот эта история, Саша, на которой он рассказал, почему я говорю, ведь Иисус же, я говорю, мы же все должны прекрасно это все понимать. Сейчас я себя верну сюда. Для чего ты вообще это отвергаешься-то себя? Чтобы потом-то служить? Ну, я и здесь лишний, что ж такое-то? Да. Чтобы потом-то служить, любить людей. Зачем? Павел, вы прекрасно помните слова Павла. Он говорит, если я все имение раздам и тело свое дам на сажение, а не ради любви, то есть не ради кого-то это было, а просто так, как будешь, взял на себя канистру бензина, вылил и сжег себя. Он говорит, мне нет в том никакой пользы. Я отвергаюсь себя только ради того, чтобы любить людей-то. Это же надо понимать, это, да? И вы знаете, вот я еще раз напоминаю, я уж не помню, что я там рассказал точно, я тем более этот ролик с опозданием пишу, но хочется вдогонку поставить по тому, кто последовательно смотрит в плейлисте. Вот он же рассказывал, помните, то есть друг его или знакомый, как угодно, который пришел тоже и бросил все там эту, да, плохую жизнь. И вот он ему светил, да, образно говоря, свидетельствовал. Пусть там Сашу эту сразу, как мы всегда говорим, не тронуло, да, но факт остается фактом, что все-таки мы светим, да. И вот вы знаете, конечно, этот путь поста покаяния проходит каждый после крещения настоящего, кто рассказывает, раскаивается о своих делах. Конечно, мы в себя уходим, да, мы принимаем даже Духа Святого, мы уходим именно в себя, вот в это, в борьбу, в брожение с самим собой, да. И мы должны взять Господство над собой, нас будет то-то-то раздирать, а как же я от этого, от этого, во-первых, нам знания мы начинаем получать, да. Господь чем побеждал в пустыне? Ибо написано, да. То есть мы, конечно же, пытаемся обрести знания, мы начинаем все подряд рвать и метать оттуда, оттуда, где истина, где что написано, где кто что говорит, ищем проповедников, проповеди, читаем, то есть пытаемся понять, найти знания, да, чтобы ими познать истину, чтобы эта истина нас освободила, да. Конечно же, этот пост проходят все. Но вы знаете, я говорю, я вот хочу сказать, вот абсурдность всего вот этого там монашеского движения, да. Конечно, лично судить никого нельзя, может быть, этот человек вечно где-то там просидит. Но как учение, учение какой-то святости, это, конечно, ложь, это не истина, это абсурд. Да, мы все проходим. Я, кстати, сам прошел, почему я говорю, да, мы все это проходим. Уход в самого себя. Неважно, по плоти мы, у нас есть возможность уйти или нет, и мы так остаемся внешне жить в миру, но мы отрекаемся от себя. Это факт. Я говорю, у меня была возможность, я не был ничем обременен, да, какими-то заботами житейскими или попечением о ком-то. Я мог себе позволить уйти даже в видимую пустыню, да, уехал, там, стал скитаться по этим деревням, все изучать, там, минимально себя работать, чтобы содержать себя, и все. Я весь отдался в познание, так скажем, бумажной истины, да, внешней, во внешнем мире проявляемой этой истиной, как угодно, называйте все это, да. Мудрость древности, все, опыт древности познать, что уже было до меня, как все это, что, кто, какой путь прошел. Все я стал познавать. У всех, конечно, нет такой возможности. То есть, кто-то у людей, ну, это бремя нельзя назвать, да, дети, родители, так образно, бремя, да. Да, внешне вы не сможете изменить свою жизнь, но внутренне у всех это проходит. Но когда-то же это заканчивается. Но Иисус же не умер в пустыне, он же вышел из нее. Он вышел из нее и стал служить, подвязаться в любви к людям, так назовем, подвязаться, потому что он нам путь прокладывал, да, вот, и даже до креста, даже до смерти, да. Ради ближнего, чтобы нам всем подать пример этой жертвенной любви к врагам. И вот я говорю, когда Саша рассказывал, вот этот человек, да, он же все равно ему засвидетельствовал, что он живет другой жизнью. И так мы все. И поэтому, вы знаете, я говорю, кто не любит мир, вот уже, как вы теперь понимаете, в другом смысле, да, людей. То есть мир состоит, царь царей, это человек, мужчина, женщина. Поэтому мы любим мир, мы ему святить. Если в тебе действительно Дух Святой, и ты прошел эту пустыню, ты выйдешь на служение людям. Не важно, у кого-то, как Павел писал, Дух один и тот же, дары различные. Что в церкви своим служить по вере, да, что внешним. Дары будут у всех различные. Кто-то, конечно, дар слова, кто-то дар милосердия, так скажем, человек идет, вот и нет, у него он идет, где-то помогает, волонтерствует, там, бабушка, дедушка, какие-то соседи. Начинает просто кому нуждающимся, я говорю, да, вот. Кому-то, может, Бог даст, да, другой какой-то дар и прочие-прочие вещи. Конечно, чем мы можем ближним, руки есть, пошел к бабушке огород копать, кто-то, я говорю, утку выносит, кто еще что, да. И мы так светим, кто-то по больницам ходит, кто-то, да, по наркоманам, там, по алкоголикам и так далее. Каждый свое, по игрозависимым, то есть люди делятся, я говорю, кто-то словом, кто-то делом и так далее, да, что-то делают, какие-то проекты. То есть все это нужно, нужно светить миру, своей жизни прежде всего, кстати. Кстати, это уже тоже дела, так скажем, да, достаточно того, что он просто изменил свою жизнь, как я всегда вам говорю. Никогда не дооценивайте вот этот момент, что мы не творим зла и что мы действительно даже, хоть я тоже, мы все прекрасно понимаем, там, я не пью, не курю, я все святой, что ли. Нет, но это тоже норма, кстати, это действительно свет, пусть маленький, во всех вещах мы должны быть совершенны. Помните, как апостолы говорили, чтобы не было никакого недостатка. Будьте святы, как свят Господь Бог, будьте совершенны, Иисус говорил, как Совершеннолетний Саш Небесный. Ну, там, конечно, говорила о любви к врагам, но это во всем должно проявляться наше совершенство. Мы должны быть украшенными всеми божественными свойствами, разноцветными. Одежда из разноцветных, там, оскуточков, как у Иосифа была, да. Поэтому вот этот вот пример, я говорю, он когда рассказывал, вы знаете, вот опять прям меня трогал. Причем я вспомнил другие свидетельства. Сам теперь так живу, да. Что мне делать в пещере? Я вот кто знает, да, почему я, ну, своей личной жизнью делюсь, конечно же, вы все знаете. Я вот в Оренбургской области там год проработал, ну, в Краснодаре, потом в Оренбургскую область уехал. Я вообще не читал Библию, ни Новый даже Завет, даже Евангелие не читал. Хотя я читал, я рассказывал, да, кто меня слышал. То есть я другим читал, ну, кто со мной, кто знал. И нескольких людей, там, девчонки меня просили даже почитать. И то, я говорю, давай, ты сама будешь читать, а я буду просто рядышком. Ну, одной, вернее, я читал, другая сама читала, вот так было. То есть кто хотел, кто тянулся, я, конечно, свидетельствовал, там, все равно проповедовал, вкручивал всегда эти своими словами. Бывало даже от писания. Ну, язычникам чего от писания вкручивать, они его не читали никогда. Это мы друг друга должны в церкви подкреплять, словом не тыкать, а подкреплять, да, наоборот. А язычникам им на простом языке надо. Ну, опять же, конечно, ссылка на Иисуса, ну, с простой фразой, что Бог явился, Бог явил нам эту любовь, открыл истину, что Бог есть любовь. Да, показал пример этой любви. Это, конечно, так надо говорить, я так и делал, да. Вот, я, кстати, тогда тоже понял, что вот я свечу. Да, я среди мира, на обычной работе, как и все. Обычная жизнь, с работы, дом, работа. Но я кому-то, бац, и засвечиваю, бац, и засвечиваю. Конечно же, интернет мне больше нравится, чем тем, что все-таки это большее пространство, да. Ну, что такое, вот, в миру тут церкви, да, даже вот, они ограничены, людей мало, район твой небольшой. Ну, ты походишь вокруг, ты будешь на одних и тех же людей натыкаться, даже раздавать им там буклеты, Евангелие, неважно, да, что. Что интернет, это, конечно, сейчас весь мир как на ладони. Мне вот поэтому больше нравится, конечно, налегать вот на эти проповеди такие. Вот, я на улице-то практически не проповедую, хотя у меня уже внутри есть созревание, что не зря меня, наверное, Господь вернул в большой город. Я просто, если честно, еще до сих пор оклематься, что-то в себя в этом плане прийти не могу. Потому что тоже специфической жизнью, говорю, жил. Эта пустыня у меня тоже была такая своеобразная, говорю, как, ну, именно по-внешнему. Да и по-внутреннему у всех она все равно своя, да. Вот. И я вот понял, что, конечно же, вот этот свет, мы ни в коем случае, Господь сказал, да, вы помните, тогда светит все это из Нагорной проповеди. Я очень люблю цитировать все эти вещи, хотя она там имеет свою структуру, мысль. Господь сказал, тогда светит свет ваш предвиду, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного, приходили к Богу, да. Говорит, мудрый человек, он же не поставит светильник куда-нибудь под стол, под кровать, да, или под колпак. Нет. Ставит на подсвечники, на самое высокое место в доме, чтобы всем светило. Так и Господь нас, конечно же. Когда мы созреваем, когда мы отвергаемся себя и принимаем эту истину, которая в любви, что Бог есть, любовь, все быть есть, любовь, и мы все должны любить друг друга. Все, Бог тебя ставит светить, действительно, потому что мы должны светить, заквашивать, все это разные образы, вы прекрасно знаете. И вот я личный раз в этом убедился, поэтому, знаете, я говорю, просто очень часто слышишь проповеди где-то, я слышишь, читаешь. Ну, сейчас я уже ничего не читаю и редко мало кого уже слушаю, но все равно, да, я уже большей части слушаю, что просто следить мне интересен личность человека, этот проповедник, когда же он подрастет. Вот я так наблюдаю за некоторыми, конечно, сам-то мне уже черпануть от них нечего. И вот тоже слышишь, а, мир там, все, причем туда в мир все впикивают, и чуть ли не пользование гаджетами, да, средствами современной коммуникации или еще чего-то там, коммунальных услуг, до чего только до безумия не доходит. Конечно же, речь не об этом. Кто любит мир, это вот как Иисус в пустыне, надо этот образ запомнить, я надеюсь, он у вас в памяти. Вот это все названо миром. Вот это, именно вот это вот. Я вот даже себя уберу, чтобы... Глаза вам, что у вас в памяти. Это миром. С этим миром, это, как бы нам Иисус показывал, путь отвергнуться вот этого всего, да, послаще, когда рядом человек страдает, тщеславие, гордость, алчность, жадность, вот это все, гордыня, превозношение, желание владеть кем-то или чем-то. Тут что о материи, что не о материальном говорится. Вот этого мы должны мира отвергнуться. Ради чего? Как раз ради людей. И любящих нас, и посторонних нам, и врагов наших, чтобы явить им дела любви. Вот и все. Поэтому в ком нет, кто не любит мира, людей, что их надо, как говорят, спасать очень часто. Это выражение мне, оно не очень, конечно, нравится, да. Вот. Надо действительно просвещать людей, открывать им истину, делать их свободными. А кто будет свободный от познания истины, тот будет счастливым, тот все одно на другое. Тот будет мирным, кротким, радостным, будет учеником Христовым и дальше будет заквашивать этот мир в святости и любви, да. Так что тут главный правильный смысл вкладывать слова. Я на богословах говорил, так, конечно, говорил, кто любит мир. И речи имел в виду вот эти хлебушки каменные, тщеславие. Тут я сейчас все мне у ног моих, я могу откуда угодно спрыгнуть, да, гордыня. И, конечно же, все царства хочу обладать, всем на свете. Все мне мало, 10 Мерседесов уже нужно 11-й, 10 домов нужно 25-й. И так далее, да. Вот этот мир надо себя отвергнуть, похоти свои, необузданные, да. Всем, чем у тебя есть. Потому что любовь тебя и делает счастливым. Именно любовь. Именно когда ты радость другому доставляешь, ты и сам радуешься. Вот так вот. Поэтому, кто не любит людей, и я в свои, конечно же, сегодня проповеди название вложил именно этот смысл. Мир состоит из нас, из живых сущностей. Что тут все камни, машины, квартиры, все это что? Все это прах. А вот человек, бессмертное существо. Вот. Но опять же, все это создано Богом, природа там, да. Мы как к вещам относимся? К вещам ближнего надо же с любовью относиться. Человек, заяц, пахал, кровь проливал, ну, грубо говоря, пот и кровь, чтобы заработать. Ты же не можешь пренебрежительно к вещам ближнего относиться, да. То есть тут все вот, когда ты все это разумеваешь правильно, истинно, ты понимаешь смысл жизни. Ты же не ценишь, что ты пришел у человека, простите, наболевал посреди комнаты, или ковер там, который он купил, нет, или грязными ногами пошел. Ты не любовь человеку оказываешь. То есть, поэтому надо, что такое вот любовь-мир? Мир – это свои похоти, Иоанн Богослов. Он духовный смысл вложил в это слово. Вот все, что Иисус и каждый из нас, я надеюсь, уже прошли давно это, но кто-то идет, а кто-то пройдет. Вот, кому-то предстоит это отвергнуть себя, свои вот эти необузданные срасти, все как в свою дырку, как в черную дыру тянуть. Вот он это назвал миром. Именно мир, который вот нас окружает, природа, животные, люди, прежде всего, чуть ли не на высоте, это мы все должны именно полюбить. Поэтому кто не любит мир, в том нет никакой любви Божьей, любви Отчей. Потому что Бог любит нас, причем тогда, не когда мы святы, а когда мы, будучи грешниками, и нас просвещает и ведет к покаянию. Вот и мы так. Так что вот так вот. Именно вот это вот свидетельство личное, да, это, говорю, я много раз говорил, и опять говорю, именно я, 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 видите, опять, да, это именно я. Самый идеальный и самый путь, который Иисус проповедовал, он в себе дал образец и сказал, красная нить, начиная с Нагорной его проповеди, сотворите и научите, будьте примером, светите, именно вы, вы, не кто-то. Поэтому, конечно, сколько там неугодно, кто рассказывал алкоголику, наркоману, как надо бросить, и тут же приходит его друг, да, который действительно избавился и свидетельствует ему, что это и возможно, и без врачей, и легко, и что он сейчас счастлив. Вот именно этим светом, счастьем ты светишь, и человек, именно увидев живой пример, потянется. Я говорю, вы помните, это для чего приходил Иисус? Для примера, для истинности. Не зря Павел духовно, говоря об Израиле, говорю, кто зайдет, его слова перефразировал, потому что Израиль тоже вопиял к Моисею, к Богу, кто типа нас научит. Вот, этой заповеди. Где она истина? Как жить? Но тогда с неба надо было. И они говорят, кто там с неба нам принесет? Это или из-под глубин земли, какой святой научит нас истине. Вот Бог сам пришел, спустился, снизошел с небес. Или хотите истмыть, ибо Бог над всем, даже над бездной, вышел из-под земли, как угодно. То есть, да. И нам все это дал в пример. Бог явился во плоти, одним словом, неважно откуда, с небес, из-под земли. Вот, Бог все сотворил, все, он все и во всем. Сойду ли в глубины ада, как Давид пел, и там ты, куда тебя денусь. Да, Бог все во всем. И вот он явился и нам дал пример. Так что мы знаем, как нам надо жить. Поэтому надо вот именно своим личным примером, это здорово. Терзаться не надо, что ты вот светишь и ничего не меняется. Сегодня не меняется, завтра поменяется. Мы не знаем, как я уже, вы слышите, не раз в своих проповедях говорил, результата своих действий. Иисус, когда проповедовал, и когда его даже казнили, убили, ученики вообще думали, что все закончилось, ничего не получилось. И мы видим, какие плоды дало это семечко нереальное. Миллиарды людей меняют свою жизнь от греха к святости, от праведности. Так что наше дело трудиться, взращивать все Бог. Бог касается сердца этих людей. Бог знает времена и сроки. Но Господь нам сказал, сейте везде, везде и всегда. Нашего ума дело думать, как там это всходит, когда наше дело трудиться. Сеять, поливать, удобрять. А Бог взращивает. Вот опять к этой теме, просто о личном опыте это очень важно. Я говорю, именно, именно вот это я, за которое вечно тычут почему-то, я считаю, таких людей, простите, уж прямо скажу, глупцами духовными, младенцами, а порой вообще со Христом, с Евангелием не соприкоснувшись, то есть не понимающие его, вот и все. Именно пример личной жизни мы должны вокруг себя светить. Тогда и слова, порой не нужны будут, да, вот, ну, слова нам тоже нужны. Мы из плоти и крови, у нас есть уши, сам Иисус говорил и притчами, и прямо, и образно, и вопросом на вопрос отвечал, как только, да, то есть жизнь, она многогранна. Но сегодня я хотел сконцентрировать просто внимание вот на этом, на личном свидетельстве. Это здорово. Поэтому надо не прятаться по пещерам. Да, если ты, как неофит, только пришел к вере, все это проходит. Если ты вчера крестился, дух святого, никогда не тыщите этому человеку. Но все-таки надо на себя смотреть. Во-первых, другому-то вообще тыкать никогда нельзя. Это я так, ну, даже я дурнил по-дружески, вы уже можете поговорить, вот как я вам говорю. Родные мои, любимые, вы когда будете учителями? Вам время уже надлежит. Кто-то по 10, по 20 лет, по 50. Многие старше меня и в христианстве в два раза, в 10 раз больше, в 3, в 4. Но я 10, поэтому уж, конечно, в 10 раз вряд ли получится. Ну, так. Вам надлежало быть учителями, а мы все еще молочко, у меня молочко просят. Мне такие вопросы задают, я говорю, взрослые люди, которыми, я говорю, в два раза старше меня и в 5 раз больше в христианстве. под 80 лет некоторые мне звонили, писали, были такие. И у меня спрашивают, что делать и как жить. Поэтому надо расти, возрастать во всех сферах жизни. Ну, наверное, на этом все. Больше не хочу. Я говорю, я даже не столько Асаш, но вот у меня его откровение, он нам тогда сбросил, меня она прям сильно тоже тронула. Хотя, несколько дней уж прошло, это я уже не на эмоциях, а вот действительно. Ну, я вам говорю, что я редко свои проповеди пишу на эмоциях. Обычно я даю стаканец, я темы себе обычно помечаю где-нибудь, ну, в записках там на компьютере. и потом проходит время, я уже пишу, почему я иногда их загружаю тоже в одном порядке, потом местами немножко меняю, там в плейлисте, но чтобы хотя бы когда какая-то хронология и мысли была, что-то хочется еще потом добавить, дополнить, или по-другому чуть сказать, что все-таки с разных сторон многогратно какой-то вопрос осветить. Вот так вот. На этом у меня все. Всем вам желаю всякого добра и блага вашей жизни. Любите друг друга, выходите из пустыни потихоньку. Конечно, ломать не надо, цветочек потихоньку выходит из земли. Это так. Его не надо не тянуть, не пытаться раскрыть ему бутоны, плоды раньше времени созреют. Ну, наблюдайте за собой, за своей жизнью. Мы должны двигаться вперед. Жизнь это не черно-белая, как, к сожалению, протестантские учения проповедуют. После покаянное бытие, после крещенской, как его назвать, я говорю, христианская жизнь, она не черно-белая. Ты не спасен или не спасен. Это лишь начаток. Когда ты крестился и получил это семечко, ушел в пустыню, это она в землю упала. Потом оно прорастет, должно прорасти и дать плоды. И причем у кого 30, у кого 60, у кого 100. Но это не от Бога. Это ты. Ты это делаешь. Бог взращивает. Да, Бог меняет тебе природу, если ты трудишься над собой. Это надо помнить обязательно. И надо возрастать. Жизнь, она течет в какую-то сторону. Если ты не делаешь добра, ты будешь делать зло. Ну, образно говоря. Здесь то же самое. Все в жизни течет. Течет. Жизнь течет, которая течет в растениях, так скажем. Да, этот биос, эта жизнь. Растение растет, оно не замирает. Оно вечно. Рыбы вечно растут. Посмотрите на природу. Так что вот так вот. Все. Всех по-братски обнял, поцеловал. Кому нравятся мои ролики, проповеди, вы знаете, что делать. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok